Дорогие мастера и мастерицы, уважаемые сочувствующие, здравствуйте все! Сегодня для начала я хочу показать вам маленькое рукотворное чудо. Вот посмотрите брошечка. А в чем же ее особенность? Это игольное кружево. То есть каждый лепесточек все-все-все сплетено при помощи тонкой шелковой ниточки иголочкой. Маленькая такая вот брошечка совершенно замечательная. И к ней есть еще более, если можно так сказать, ювелирная работа, сережки. Вот что можно сделать золотыми руками, всего лишь иголочкой и ниточкой. Это работа турецкой мастерицы Елена Атай прислала мне в подарок, за что ей огромное спасибо. А это был отдарок на подарок. Я Елене послала символ бессмертия. Цветок мы с вами вышивали, гелихризум или бессмертник. Так вот сегодня я предлагаю продолжить цветочную тему. И сегодня я предлагаю вышить маленький, очень неприхотливый цветочек, который лично мне весьма дорог. Это первый цветок, который я смогла самостоятельно вырастить на даче. Точнее, даже не один, а целая клумба. Ноготки. Как я уже сказала, мы говорили с вами о символах бессмертия. Для меня цветы, подобные ноготкам, именно такими и кажутся. Они много лет способны вырастать на одном месте, даже когда обстоятельства складываются не в их пользу, засуха или дожди. Как обычно, у нас с вами все получится. Для начала, нужным маркером я нарисую схематичное изображение цветка. Сегодня мы сделаем его на трех этапах развития, поэтому нам понадобится три стебелька. Здесь у нас будет распустившийся цветочек, здесь у нас будет бутончик и вот здесь у нас будет семенная коробочка. И еще ноготки отличаются тем, что у них достаточно много зеленой массы. Листьев очень много и листья такие интересные. Мы тоже с вами поговорим о них, поработаем с ними. Листья произвольно буду вышивать. Ну и естественно начнем, как и привыкли, со стебельков. Я начну с основного, с дальнего. И мне очень нравится, ну не могу сказать изобретенный мною способ, но мне нравится использовать этот способ. Вот так. Я сначала заворачиваю ленточку, укладываю по нарисованной схеме и делаю маленький стежок вот по этому нарисованному зеленой ниточкой, немного развернув ленту. Зафиксировали стежок, опять завернули ленточку, скрутили трубочку. Нужно следить за тем, чтобы витки ложились аккуратно. Опять разложили по нарисованному и опять сделали маленький стежок короткий. Мне этот способ нравится тем, что он зрячий. Я вижу, что я делаю, вижу, куда у меня входит иголочка. И при этом способе у меня нет риска расплющить стебелек, как бы сделать его, как бы прибитым гвоздиками. И вот этот вот технический пришивной стежочек ниткой, он все время остается внутри. Стебельки готовы. Я предлагаю начать с бутончика. Он очень интересные структуры имеет, но для того, чтобы цветок выглядел более реалистично, на заднем плане, за бутончиком, я предлагаю сначала вышить листочек, так как это бывает у настоящего растения. Для этого я буду использовать вот такую интересную очень ленту, разноокрашенную, батик. И листья у ноготков интересные. Они широкие и закругленные на концах. Поэтому начинать я буду вышивать лист с конца, с дальней стороны. И вот так вот сначала очень аккуратно расправлю чашечкой и уведу в то место, где у меня начинается стебелек. Только лишь из-за того, что это дальний листочек. У меня не будет видно его основание. Но в любом случае это будет ленточный стежок на окончании стежка. Вот так. И этот ленточный стежок будет приходить к стебельку. Пока оставлю и сейчас вышью бутончик. Он очень интересный. Похож на луковку по форме. Из одной точки, нижней, я буду укладывать в центр, вверх, ленточные стежки. Бутончик будет начинаться у стебелька, естественно, а завершаться наверху. И вот когда я несколько таких стежков уложу, у меня и получится вот эта вот луковка. Главное, стежков не жалеть. Стежки раскладываю с одной стороны от центра, с другой стороны от центра. И получается вот такая вот симпатичная штучка. Вот как раз контрастный участок ленты попал, очень видный. Заостренная на конце. Прелесть этого растения в том, что оно начинает пробуждаться, когда, казалось бы, еще совсем закрытый бутончик. Вот мы сейчас попробуем это воспроизвести. Я сделаю маленький стежок в самом острие луковки, вот этой вот получившейся, оранжевой ниткой. Маленький такой язычок пламени, пробуждающийся. Французский узелок, туго затянутый. Для этого я нитку затяну на иголки и хорошенько подтяну. И теперь можно продолжить вышивать листья. Как я уже сказала, их особенность состоит в том, что они широкие и закругленные на конце. Поэтому особое внимание нужно уделить тому, чтобы ленточка расправленная была. А теперь я делаю так. Я привожу к стебельку перевернутую ленточку и прокалываю ленту. Фиксирую перевернутый стежок и прокалываю стебелек, чтобы у меня листик не отрывался от стебелька. И сейчас, когда я заострю стежок, у меня и получится вот этот вот интересный листочек. Широкий у окончания и узкий у основания, у стебля. Расправляю, делаю максимально широким. Этот я не буду заострять, но я сейчас сделаю боковой стежок ленточный. Вот. И у меня этот стежок заострится сам по себе, просто из-за особенностей ленточного стежка. И вот так вот чередуя, где-то переворачивая ленточку, где-то просто выполняя боковой ленточный стежок, мы вышиваем листья ноготков. Разная длина стежков даст нам тоже разные листики. Мне больше нравится выполнять перевернутые стежки. Листики получаются как живые, очень интересные. Иногда лист можно начать от стебля, но тогда завершение, как мы с вами вышивали клюв у совы, я сделаю обратным стежком. Сначала намечу место, проколю ленточку, введу иголку в этот подготовленный прокол, сделаю стежок на весу и уведу в отверстие, в получившееся, в подготовленное. Таким образом у меня тоже на конце будет широкая сторона ленты. Каждый раз я стараюсь либо прокалывать стебель, либо делать стежок очень близко к стеблю. Еще раз намечаю место, прокалываю ленточку и увожу наизнанку. Получается изогнутый листочек. Что будет, если сделать прямой стежок? Можно и прямой стежок, только в этом случае нужно смотреть, чтобы у нас этот стежок остался на весу, мостиком, чтобы он не затянулся. И если вы будете вышивать не картину, а какую-то прикладную вещь, то я рекомендую вам вот эти вот все листики закрепить незаметными техническими стежками, либо заметными, но в том случае они у нас должны будут имитировать прожилки на листиках. Начали мы с вами с бутончика, а сейчас я предлагаю сделать семенную коробочку. Тоже вышивается очень интересно. И вот, казалось бы, логично использовать узкую ленточку для этого, но я наоборот возьму ленту пошире, ту, которую я вышивала стебелек, шириной сантиметр. И вот как это будет выглядеть. Перекрученные стежки, скрученные трубочкой, уложены к центру, я начинаю на линии нарисованной окружности, вот этой вот коробочки, и в произвольном порядке привожу эти стежки к центру. Стараемся, чтобы не было просветов. Вот так. И теперь последний штрих. У семенной коробочки ноготков в центре французский узелок. Ну, то есть, там что-то такое, уложена серединка, закрыта, и закрыта выпуклой частью такой. Вот так это выглядит. По-моему, очень реалистично, как в жизни. Ну и теперь цветок. Схема для него обычная. Внутри сделаю окружность для того, чтобы обозначить центр цветка и внешнюю сторону. Вышивается очень просто, очень похоже на то, как мы вышивали ромашку. Здесь можно будет применять экономный способ вышивки. То есть, я пришла к центру, завершила стежок, а следующий начала у центра. И вышивать я буду прямыми стежками. То есть, вводить ленту сразу в ткань. Таким образом, я смогу ленту расправить на конце, чтобы у меня и получился вот этот вот край такой интересный, ровный край лепестка. Чтобы цветочек выглядел как можно более живо, ленту я буду укладывать ровно, не нужно, чтобы она перекручивалась. Такого нет у этого цветка. Лепестки лежат достаточно плоско все. А вот их направление может варьироваться. Они могут быть расположены как очень близко друг к другу, так и могут быть пропуски между этими лепесточками. Вот, достаточно выбрать ярко-оранжевую ленточку шириной 4 миллиметра, и цветок уже узнаваем. Пустая серединка. Для того, чтобы ее заполнить, я буду выполнять французские узелки ниткой. Серединка у ноготка такого же цвета, как и лепестки, оранжевая. И мне повезло найти в своих хомячьих запасах оранжевую ниточку с люрексом. Очень красиво получится. И здесь важно затягивать узелок на нитке. То есть, вот смотрите, я вывела нитку, разложила ее, подхватила иголочкой, увела иголку через две ниточки основы, и нитку плотно затянула на игле. Если этого не сделать, то возникнет ненужный в данном случае узелок, петелька. Нам этого не нужно. И вот здесь важно найти иголочкой и нащупать место, где нет переходов лент. Потому что, если мы попадем в переход ленты, мы можем затянуть уложенные стежки. Вот несколько французских узелков и цветочек готов. Мне очень нравится, что получилось. Цветок нежный, но в то же время очень сильный и выносливый. Я считаю, что его с полным правом тоже можно назвать символом бессмертия. На сегодня все. Мне очень нравится, что у нас получилось. А в следующий раз мы придумаем что-нибудь не менее интересное и красивое. А пока до свидания. Благодарим сеть магазинов Lady Charm за предоставленную ведущей одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова